всем привет я сегодня смотрю и отпечатал ваши вопросы и комменты и много чего ответить здесь но у меня я уставший сильно в мозге 50 процентов работает поэтому ответим так почти всем но бегло беглым беглым огнем да вот там просто отметим да мурат утонбаев держа на них алимханов макеев максим алексей росло бомбарбия киргуду данияр мил дебеков детали мурат утонбаев владимир дамилюк марат николай и драгомир всем привет всем спасибо за ваши вопросы вот некоторые зачитаем владимир дамилюк говорит это правда я живу в италии это правда в италии не живут без оливкового масла самое главное в италии выращивают оливки а значит там правда ты знаешь я уже сказал это не только оливки сами надо же листья оливкового дерева да и те имеют много хороших веществ антиоксидантов и столько же может даже больше чем плоды поэтому ты я уверен что итальянцы листья используют поэтому ты где возможно листья собирай суши и потом будет тебе на чай варить чай будет очень полезный чай программир сказал спасибо скажите сколько можно верить американской приписке на продуктах органик данная надпись должна полностью вызывать доверие или нет сами понимаете прибыль и маркетинг ты прав но но я тоже сам я не очень верю не я не доверчивый человек и а но я смотрю фирмы какие те фирмы которая облюбовал как уже доверчивая то им верю я покупаю от них но любые даже самое что не такие невзрачные может что если там написано органик то мы можем подозревать что там есть как могут быть какие-то примеси но все же она чище гораздо чище нежели нежели любые которые не написаны органик потому что там они могут рассказать свободу подмешивать любой яд такого долгосрочного действия который сразу не убьет тебя поэтому предпочтительно покупать органические продукты даже если ты не уверен все же не лучше чем остальные детали сказал свекла чистить печень просто огонь еще советую листья дуванчика замачивать на два часа в соленой воде чтобы горечь ушла в любой салат с майонезом или маслом спасибо виталия это всем обидевся за что то есть все люди могут теперь использовать это я хотел говорить об одуванчике но я не знал название я знаю как бенделайон по-английски а по-русски я не помню не знал вернее но сейчас ты мне напомнил это одуванчик конечно да и не только не только листья все растение одуванчика и цветки когда они цветут кушать и цветки они очень хороши для зрения для улучшения зрения стебли и листья все хорошо но самое лучшее так корень поэтому корень можно копать кого когда угодно отмыть да и высушивать это правда надо замачивать я как это делаю я вот сейчас домой едут а одуванчики листья там растут и их срываем они сочные такие можно ему просто так кушать их но я обычно замачиваю в растворе соли в уксусе на пару минут потом от отмываю в воде и потом крышу салата в салате тоже я добавляю уксус и любое масло поэтому они в самый раз очень такие милые они горечи там почти нету также даниэр милдебеков сказал обои спинс и майк гарсия были это был чистейший развод фанатов ты правда смотрел костя дзю офигел это самый тот самый кишка датчик от которого наши рассказывали да что еще алексей ярослав сказал что похоже маня хочет красиво закончить карьеру пытавшись покорить очередную высоту ты прав ты прав он прагматист и все вы такие здесь нормальные ребята ну вот я нашел одного какой вот видите как будто на вай вай на себя назвал вай вай по-английски если по-русски поскольку он по-русски написал то я по-русски вай-вай или как у-у то есть что-то у да вот что он написал какая отвратительная рожа спасибо за комплимент ну как тебе сказать я ты немножко не попал ты себя ведешь мы по теме говорим а ты какой отвратительная рожа как на превьюшке то есть ты совсем не по делу вставляешь и я не имеет значения моей-то рожей говоришь не чей-то другой здесь вот поэтому одному выражению здесь пять слов да у тебя мы можем даже самый не сведущий из нас определить что ты а если ты не шутишь конечно да если ты всерьез это говори что ты а нас это у тебя выраженная значит психопатия у тебя а значит пассивно-агрессивный тип значит а антисоциальные вот если ты хочешь больше чтобы сказали тебе ты напиши поделись с нами да больше напиши что-нибудь еще несколько предложений мы точно тебе диагноз поставим ты сказал как на превьюшке как отвратить какая отвратительная рожа на превьюшке ну если моя конечно я я не красавец но на превьюшке это что-то интересное даже не знаю что то может и живешь где-то на чердаке объясни поделись поделись теперь ну это все-таки по мелочам что мы скажем теперь главный вопрос драгомир у меня депрессия была связана с перестройкой психики с переоценкой ценностей жизненных целей целей я потерял себя в определенный момент перестал понимать ради чего и с какой целью я живу длилась почти три месяца лечился с помощью физических нагрузок медитации чтение полезных книг смотрел видео по психологии начал вести личный дневник самое эффективное наравне со спортом смотрю все ролики буду ждать ролик проверку спасибо тебе значит ты совершенно верно выиграл выбрал значит лечение психи значит этого значит депрессии депрессия лечится значит что там туда употребляют врачи одну классические лечат с помощью значит ингибиторов распада энзимов распада значит серотонина серотонин это главный метр который дает нам радостное сообщение настроение и вот когда его мало да то тогда и возникает депрессия это с химические точки зрения и дают и этот srri так называемый сертралин главный представитель из этого ряда сертралин такое лекарство и она действует в самом начале смысле на эту подавляет ингибиор это задерживает распад сертралин значит этого вещества данными нератранзмиттера значит но вначале данное действие на мозг то есть улучшается где-то в течение 2 или 3 недели то есть не сразу наступляет эффект наступает не сразу хотя химически сразу начало действует то есть это о чем говорит что здесь не сколько уровень а сколько еще наверное значит чувствительность рецепторов к этому значит к этому медиатору также что еще еще здесь значит психологическая настройка человека она тоже влияет как тормоз да она на эффект то есть надо еще мозги человеку так сказать в кавычках переломать да ну это что касается также трициклические значит а антидепрессанты но они сильные хорошие но не имеют побочных много действий я бы их не рекомендовал вы знаете все зависит от тяжести значит а выраженности этой этого значит депрессии я помню мы я когда жил в в аляске там 6 месяцев темные дни темные но длинные ночи да и вот этот даже темнота она людей удручает у них возникает депрессии часто я помню мы по скорой помощи приехали на вызов вызов получили что огнестрельное ранение приезжаем я никогда не забуду мужчина сидит вот так вот на на кресле у него вот здесь вот дырочка маленькая и буквально маленькая значит струя крови которая уже засохшая я посмотрел значит выходного отверстия нету и жена это вызвала и жена рядом стоит и смотрю него в руке значит пистолет он выпал на пол то есть он сам себя застрелил это видно и ну пистолет мелкокалибрные и выходного отверстия не было и значит я рассказываю как самоубийство это как крайняя выраженность сильной значит депрессии да такое случается что люди значит в депрессии ну когда самоубийство случается чаще всего это когда депрессия они не часто процентом отношения но если случается то чаще всего когда человек в депрессии поэтому будьте очень внимательны тем права вашим друзьям родственникам которые в депрессивном состоянии и когда они хотят покончить собой иногда они отдают собственные вещи в подарок кому-то те вещи которые им еще нужны это один из симптомов когда они могут даже скрывать депрессию да но вы можете угадать по вот один из симптомов когда он отдает те вещи в подарок друзьям которые ему самому пригодились бы это подсказывает что он может быть задумал с собой покончить так вот когда мы были на аляске значит он мужчина застрелил себя женщина не понимает что произошло там дырочка маленькая вот здесь а он как спит вот так спокойно лежит как спит глаза закрыты конечно она понятия не имеет тяжесть что произошло да она спрашивает он в себя скоро придет ну как ты что ты ей ответишь да я говорю я по-моему сказал что я не знаю я говорю не знаю я такое что-то сказал но конечно же пуля даже мелкокалиберная когда она вошла выходного отверстия не было то она будет рикошетом удариться прошла дал в череп потом удариться сюда сюда и она несколько раз покрутиться то есть она перепахает весь мозг рикошетом рикошетом будет идти до от внутренней поверхности черепа конечно там ничего целого от мозга не осталось и то есть мы его погрузили и увезли его мертвецкую вот такие вещи бывают но знаете еще что еще сказать значит теперь лечение я сказал медикаментозном лечении на то что ты привел это очень мудро ты сделал почему потому что физические нагрузки я тоже рекомендую почему во время физических нагрузок у человека возникает повышенная выработка гормона роста и гормон роста он оказывает очень позитивное влияние на улучшение химического состава мозга и значит что депрессия был какой-то фактор который вогнал вас депрессию но это в основном нарушение значит химического состава нюритризмитров так вот гормон роста он улучшает вот это состояние так что физическая нагрузка очень хорошо а значит влияет на уменьшение и лечение депрессии да также что физическая нагрузка делает она сжигает значит те медиаторы которые вам дают стресс значит и она их просто сжигает тот же адреналин да тот же и так далее да и она их просто сжигает и вам дает и также дает расслабление психоэмоциональная медитация конечно все неполезный книг конечно это сравнимо с медитацией и как бы ты ставишь свой пояс сошедший с рельсом на правильные рельсы когда ты читаешь полезные книги видео по психологии конечно психотерапия вот это есть да когда человек начинает понимать состояние собственного сознания что такое значит депрессия это тоже это не только значит эмоции это еще нарушение сознания человека у человека сознание ну сдвигается как бы оно не нарушено ты не потерял сознание но оно нарушено значит в качественном ну да и люди многие были ну и кого из знаменитостей ну вот шестнадцатый президент америки соединенных штатов америки да авраам линкольн он тоже страдал депрессией он был склонен депрессии и страдал и страдал тогда те времена еще значит депрессию называли меланхолией так он страдал меланхолией он тоже лечился от нее как вы знаете он был я говорил что политиканы это патологические вруны но не все это 99 процентов из них так вот авраам линкольн он относился к одному проценту хороших порядочных людей которые были на политическое на политической арене и вот тогда когда он был на при конце уже его значит 61 до 64 до 65 года было в америке революция значит революция которая значит была основной причиной было то что они хотели освободиться от освободить рабов ведь это началось весной шестьдесят первого года так вот теперь мотайте на ус крепостное право это то же самое что и начата рабство было отменено в марте по моему 30 марта шестьдесят первого года александр 2 вот видите что то есть американская революция надоумила русского царя он знал конечно по новостям что в америке началась гражданская война из-за 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 того ну за того что они хотели уничтожить значит рабство и рабовладельчество а крепостное право это было тоже самое рабовладельчество это тоже рабы вот и он сказал что для того чтобы избежать значит скидывание крепостного права из низ и снизу когда они начнут протестовать лучше сделать начать это сверху то есть и вот ну типа значит у них ну ничего уже да видите как то есть американская значит гражданская война начата надоумила русского царя уничтожить значит крепостное право видите как хорошо повлияло но сам он за это пострадал заплатил жизнью авраам линкольн его застрелили в шестьдесят пятом году в конце этой значит гражданской войны и значит он заплатил за эту жизнью дорого заплатил да ну что мы еще забыли по моему депрессии говорите да как мы поговорим я отвечу николаю отвечу позже немножко когда буду говорить о герпесе а также поговорим о вере тоже очень скоро до свидания не болейте